Девочка вообще баловалась. Это как? Девочка, да? Она девочка же, да? Прямой эфир идёт, а вот тут огурцы. Огурцы, помидоры. Всё, тишина. Тихо, тихо, тихо идёт. Всем привет, идёт процесс. Дорогие друзья, всем привет, присоединяйтесь. Как всегда, хочу вас поблагодарить за то, что вы принимаете активное участие, что вы пишете свои пожелания. Для нас это важно. Естественно, мы вас слышим. И поскольку тема такая, которая поднимается уже не первый раз, мы решили немножечко её затронуть. Опять-таки, может быть, это получится немножко вскользь, но, тем не менее, я постараюсь быстренько эту тему осветить и рассказать, поскольку действительно она важна по многим причинам. И я сейчас расскажу, по каким причинам важна. И в дальнейшем, конечно, скорее всего, я постараюсь, просто я не успеваю, реально не успеваю, а хочется многое рассказать и показать. И, соответственно, наверное, всё-таки я постараюсь это выделить в отдельные ролики, для того, чтобы всё-таки рассказать конкретно, более глубоко, более точно, более научно. Опять же, что касается света, я помню, то есть я... ...как в прошлый раз пробежалась, поскольку, опять же, уже вечер, и без шпаргалок я заговариваюсь, и бывает, что допускаю неточность, а это неправильно. Поэтому, дабы исключить такую ситуацию, я всё-таки буду делать видеообзоры такого плана характера, как осветительные, и, естественно, использовать более точную информацию. Поэтому, конечно, всё-всё-всё будем понимать, рассказывать. ...осенний аппарат, привлекает нас к зиме. Опять же, говорится, что уже жалуются о том, что многих очень рада. ...в основном, в основном, в основном всех, уже неоднократно в течение времени, и в прямых, и в... ...и в... ...и в... ...в... 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 ...очущают и наказывают, потому что, как, собственно, я всегда сравниваю с теми с нами, а... ...крофорт... ...могали, не дёргали, но... ...синий аппарат, ...иологические, биологические ритмы, они тут уже ничего не сделают. Естественно, наши задания белоснежных... Да, видно, видно? ...белоснежных цветов, ушистых, чтобы попробовать... ...волнительные плоды с нашей растения. Естественно, нужно создать все необходимые условия. Опять... ...в... ...по... 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 ...сейчас, конечно, жизнь тяжёлая, трудно... ...по... 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 ...есть возможность приобрести... ...и... ...даргостой... ...по... ...сказать, что у нас на рынке... ...очень большой... ...ламп... ...хорошего качества, ...в достойной качестве... ...помогают нашим растениям. Мы же используем... ...опять же... ...у нас... ...ничего не... ...нет... ...лен, посмотри... ...де... ...возможно... ...возможно... ...да, спасибо большое, я тоже рада очень всех видеть. Подвисло... ...подвисло, да? ... ...ага... ...может быть, я быстро говорю, стараюсь побыстрее говорить. Я обязательно сделаю, как не дубляж, но обязательно сделаю на эту тему... ...обязательно, потому что я планомерно уже сижу, понимая, что нужно, необходимо именно осветительные вот эти все темы, причем на таком достойном профессиональном уровне, поэтому я буду это все готовить, чтобы вы могли спокойно прослушать, посмотреть. И затем уже будем, опять же, проводить прямые эфиры, отвечать буду на ваши вопросы, исходя из того, что из предложенного материала, если вы вдруг... Что касается лампы света, да, действительно, сейчас у нас на рынке потрясающий огромный выбор, действительно потрясающий выбор, и лампы хорошие, у многих производителей лампы хорошие. И что мы используем? Мы используем яркие энергосберегающие лампы, причем мы, видите, мы их чередуем, теплый, холодный свет, поскольку, учитывая все особенности и необходимости, это у нас обычные 200-ваттные энергосберегающие лампы, именно складского технического типа. Что вы можете использовать? Вы можете использовать такие энергосберегающие лампы, если у вас нет возможности приобрести хорошую фитолампу. Опять же, фитолампа, понятие разное. Фитолампа — это любая лампа, которая подходит по своим параметрам для наших растений. Наши растения очень хорошо реагируют. Причину я вам покажу. Если есть хорошие, и мы их видим, несколько факторов. Опять же, видим классный прирост. И более того, я вам показывала в обзоре, что растение скинуло лист, и вот оно стоит на том же месте и наращивает эту зеленую крону. Плюс, видите, они начинают свистеть. Причем вот зеленые листики, вот здесь бутончики. То есть сейчас они начинают все зацветать, причем бурно и активно, без стимуляторов. Стимуляторы мы не использовали. Мы систематически, опять же, возвращаясь к теме, систематически используем препараты, разные препараты от вредителей. Поскольку я уже, честно говоря, вы меня простите, но я уже не знаю, где писать, на каком столбу, на каком месте писать. Потому что, опять же, мне говорят о том, что многие, мы не слушаем ваши прямые эфиры, нам не интересно, мы не смотрим ваши ролики, пишем, мы прописываем, мы в условиях нашего договора, уже специально прописали это условие договора, потому что уже я не знаю, куда, кого, где информировать. опять же, где мне еще написать о том, что все растения, причем об этом пишем не только мы, все, все цветочники, все оптовики, об этом постоянно говорят, везде об этом говорится, о том, что все растения приезжают с вредителями. Мы привозим в промышленном масштабе, действительно у нас огромный масштаб, огромный, поверьте мне, если вот посмотреть по количеству, ну, я могу с гордостью и сказать, что в отличие там, да, если опять же с кем-то сравнивать, на сегодняшний момент у нас сами растения, причем у нас ежедневный уход. И это я могу точно вам сказать, потому что я сама лично хожу, помимо того, что у нас приезжает агроном, плюс я сама лично хожу каждый день, каждый день хожу вокруг каждого куста и смотрю, что происходит. Поэтому, естественно, мне бывает иногда непонятно, когда вопрос, например, и мы фотографируем растения, и там, например, бывает такое, что пишут, вот у вас там повреждение корневой шейки. Ребят, ну, прежде чем возникают такие вопросы, хотя бы дождитесь, уточните, или попросите видео, потому что в последнее время мы практически все, я не помню, чтобы мы кому-то не высылали видео. Кстати, бывает такое, что по техническим проблемам не высылается видео, потому что через какой-то канал связи, где мы с вами, дается, поэтому обязательно дайте ваш контактный телефон, либо, если это контакт, зайдите в личные сообщения, потому что в сообщениях не передать видеоролик абсолютно никак, никак, никаким образом, но мы на каждое растение присылаем, плюс, сейчас в это время специальное видео именно по конкретному сорту, я просто просто со всех сторон прокручиваю каждое растение, как выглядит корневая шейка, как выглядит макушка и все прочее, то есть показывая растение вдоль и поперек, поэтому, да, спасибо большое, Алексей, спасибо большое, очень приятно, я тоже с удовольствием могу как раз с вами контактировать и все нюансы вот, и возникают вот такие вот моменты, да, потом получается, что начинаем там везде, неправильно скажу, на информацию, такое растение, такое-такое, еще раз говорю, что повторяю, то есть все растения, опять же мы эту сейчас тему затронем, потому что тема физиопатии, она неуклонно идет везде, независимо от того, поскольку у нас все-таки растения и некоторые растения, можно сказать, фруктовые деревья и так далее, то есть это неотъемлемая часть, когда происходят вот эти все моменты, связанные с нашими цитрусами, не только цитрусами, экзотическими растениями. Итак, по поводу физиопатии я дальше пробегусь, но вот могу сказать, что пожалуйста, то есть если у вас возникают какие-то, какие-то моменты, вы просто ну уточняйте, не делайте выводы, исходя из фотографий, которая просто вот может там не передала, либо наоборот передала что-то не то. Что касается вредителей, еще раз говорю, у нас действительно огромное количество растений, за которыми абсолютно могу сказать точно, у нас есть уход, у нас не просто уход, у нас система, то есть мы ежедневно записываем, что мы делаем, мы записываем, прописываем каждый раз, когда мы поливаем, когда мы опрыскиваем, когда у нас идет обработка от вредителей, когда у нас идет подкормка и так далее, то есть это все прописывается, это все систематизируется, и это действительно происходит каждый раз. Я опять же специально говорила, проговаривала, что на протяжении пяти дней, я сама лично до ночи собирала вот со всех этих растений, Надежда, вот бергамот, который большой, крупный, высокий, сейчас я попробую это двинуть, сама лично собирала мучнистого червеца, вот он, вот он бергамот за 18 тысяч, со всех растений вручную, причем я собирала на протяжении пяти дней, каждый божий день, и потом у нас была обработка химическая, то есть сначала была механическая, потом химическая. И стоимость разная, Виктор, опять же, тут есть цена 5500, 7500, 10, то есть вот такие вот цены. И опять же могу сказать, что не дает это таких глобальных результатов, все равно где-то вылезает какая-то зараза, приходится ее опять периодически убивать. Что касается мучнистого червеца, опять же повторяюсь и говорю о том, что то, что я вижу, что эта гадость появляется каждый божий день, то есть ее можно травить, 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 но ее нужно просто катастрофически уничтожать, потому что она размножается ежедневно, просто вот ежедневно. Почему? Потому что я уже говорила, и на прошлых прямых эфирах говорила о том, что существуют прекрасные климатические условия абсолютно для растений и, соответственно, для вредителей. И когда у нас, я еще раз повторю, если у нас сухая, сухая, абсолютно сухая, сухие условия в квартире, то появится клещ. Вот обязательно он откуда-то, какая-то это будет, и он появится. А теперь у нас, вот у нас есть 2500, кто-то завязал, отцвел, кто-то завязал, вот цветет, с плодиком, и есть, по-моему, лимон за 800 рублей, лимон, один экземпляр за 800 рублей, лимон мейера есть. Вот такой, лимон мейера за 800, есть. Дальше, появляется клещ, то есть, если будет сухо, если будет сухо у вас в квартире, то обязательно 100% появится клещ. Если у вас будет влажно и прохладно, появится белокрылка. А если у вас влажное тепло, как у нас, 100% будет мучнистый. И поэтому, еще раз, акцентирую ваши растения, приезжают с вредителями. Да, мы их обрабатываем. Этого мало. Этого мало, потому что, опять же, почему я говорю про промышленные масштабы, потому что у нас приезжают периодически из разных питомников, и везде они приезжают с вредителями, и у нас систематические привозы, соответственно, каждый раз у нас нет возможности ставить на карантин, и поэтому мы каждый раз проводим обработки, мы каждый раз следим за этим, но, тем не менее, эта гадость присутствует. Поэтому я вас просто прошу, пожалуйста, при получении, первое, что вот сегодня был также в комментариях момент о том, что расскажите, что делать при получении растений. То есть первое, что вы делаете, первое, обязательно, когда вы распаковываете, а уже становится холодно во многих регионах, как я сказала сразу, изначально, то есть первое, что вы делаете, вы распаковываете посылку медленно. Что это значит? То есть вы ее поочередно распаковали коробку, дали где-то полчаса, чтобы температура внутри коробки и температура вашей квартиры где-то стали примерно одинаковой. Затем вы распаковываете, уже постепенно распаковываете растение, даете ему немножечко освоиться. И только на следующий день, только на следующий день вы смотрите, опять, первое, что самое главное, в этот же день вы смотрите, какой грунт, потому что если есть перепады во время путешествия, то грунт может быть влажным, растение может приехать к вам влажным, поэтому, естественно, нужно его как-то просушить. Как? То есть берете газету и просушиваете, потому что просушить нужно обязательно. То есть на батарею не вариант, однозначно, нельзя ни в коем случае ни на какую батарею. Просто просушиваете в теплом месте. И уже на следующий день вы ставите в любом случае под лампу, потому что растение испытало огромный глубочайший стресс. Опять же, смотрите, если растение приехало сухое, значит, вы теплой водой, опять же, но только на следующий день вы его поливаете. Почему? Потому что у вас грунт приехал, он холодный, в любом случае холодный. И когда вы поливаете холодной или теплой водой, неважно, то есть растение испытывает стресс, оно может сбросить лист. Поэтому вот эти все нюансы нужно учитывать. То есть распаковка обязательно постепенная, потом вы смотрите состояние растения, вы проверяете состояние корневой системы, потому что это самое главное по тому, как объясню, почему сейчас мы опять же это все ведем к той теме, о которой я хотела с вами поговорить. И соответственно, когда вы проделываете все эти манипуляции, главное, вы обязательно можете закрыть, опять же, это все делать лучше на следующий день, потому что растение должно адаптироваться к вашим условиям. Спасибо, Сережечка. Спасибо. Кстати, огромное вам спасибо всем друзьям. Мы видим, мы очень благодарны за то, что вы составляете свои фотографии из своих растений. Нам это очень приятно. Мы понимаем, что мы работаем неизвестно. Мы понимаем, что все-таки то, что мы нашим чтобы доставлять вам радость, он работает. Поэтому, спасибо вам огромное. Очень вам за это благодарны. И благодарны за то, что вы реагируете на наши опросники, на наши какие-то вопросы и так далее. Спасибо. Дальше, что касается, опять же, мы на следующий день закрываем пакет, ставим горшок, прям плотный пакет, и моем растения, моем прям по теплым душикам, моем, промываем, смотрим, потому что, увидите своим глазом, опять-таки же, опять-таки же, вы все равно смываете, промываете гадость, которая находится в кроне. Но, опять же, мы не забываем, что в основном очень много вредителей, которые находятся, они за корой, они в грунт уползают и так далее, прячутся. То есть об этом надо тоже помнить, где они тоже обитают. Что касается, периодически там, я там слышу и так далее, значит, клещ был в последний раз достаточно долго, давно, в смысле, недолго, один раз он приезжал, по-моему, по весне. в основном, в какой-то момент приезжала поставка, там была тля, все. То есть в основном, вот уже практически около года приезжает, в основном, только мученистый червец. Я вам периодически, в прямых эфирах, докладываю всегда и говорю, какие обычно вредители приезжают, и примерно, от чего вам нужно опасаться. то есть в последнее время, вот, да, у нас, такие условия, что у нас клеща, я не видела. Это не значит, что нужно как-то забыть про этого вредителя, потому что, еще раз напоминаю, да, то есть, да, может быть, в ваших условиях, то есть мученистый может пропасть, а может появиться клещ, просто потому, что эта вот вся гадость, она живет. Итак, промываем мы крону, и обрабатываем от вредителей, и обязательно ставим на карантин подальше от ваших растений, от вашей коллеги. Не нужно, опять же, сколько, сколько, минимум трех точно, опять же, там интервал где-то 4-5 дня. Я вижу, что, по истечению там двух обработок растение чистое, туда без проблем, вы можете поставить уже коллекцию и вновь приехавшая, либо вновь, неважно, где вы его покупали, принесли домой, даже если вы его купили в магазине, я могу просто 100% различные оптовые базы цветочные, я посещаю периодически различные магазины цветочные, и я вам могу сказать, 100% там никто не обрабатывает, вот 100%, потому что я это все вижу, я это все просматриваю для того, чтобы понимать, как улучшить нашу работу, качество нашей работы. Я могу сказать, что в редких случаях это может быть просто один-два цветочных магазина, где просто, опять-таки же, есть хозяин, который действительно занимается однозначно растениями, вот в таких магазинах будут проводиться обработки. если директор, хозяин этого магазина не занимается, не любитель цветов, он не будет этим заниматься, потому что в голове у людей не откладывается, поэтому вот есть такая тенденция. Итак, что касается того, что мы купили растения, отлично, мы его привели в порядок, оно у нас растет. Дальше, что касается тех растений, которые у нас уже давно стоят. И опять же, то есть момент, когда мы переходим из осень в лето, вот этот момент самый сложный, растения начинают кидать листвой очень часто. И мы начинаем пугаться, что же произошло, залили, не полили. Опять же, у нас меняется с вами условия полива. То есть в зимний период полив становится реже, гораздо реже, но мы не забываем о том, что у нас с вами батареи, у нас есть центральное отопление, и это будет, естественно, подсушивать наш воздух в квартире. И опять же, то есть сухость, сухость, она тоже будет гордиться, в эти моменты. Что мы можем, я уже говорила, мы можем увлажнять увлажнителями, дополнительно это емкость рядом, чтобы было испарение. То есть тут уже можно проявлять любую инициативу. Либо брать на подоны, ставить гальку, делать и, соответственно, наполнять водой. то есть не не полностью горшок водой. Залив, опять же, как же можно понять, залив у нас из-за того, потому что такое, что неделю мы отланили, мы поливаем через 4 дня, а потом как-то там, и отопят-то у нас одинаково, было жарко, соответственно, не хватило нашим растениям. вместо того, что нам надо 4 дня поливать, мы понимаем, что нам надо поливать 2 дня. и вот эти все очень сложные, когда вот главное не залить, главное не залить. Еще раз напоминаю, берем шпажку, шпажку и проверяем, насколько влажен грудь у вас в голове. Опять же, многие задают вопрос по поводу опять же, друзья мои, мы сходим из полива, из того самого момента, у вас условия, просто как у вас условия, как у вас жарко, все наблюдаем, все запишем, тогда будет легче. Плюс, как момент после покупки это все индивидуально. Если вы пересаживаете все растения, вы можете пересадить, но я бы рекомендовала хотя бы недельку подождать, чтобы не акклиматизировалась вот в том, в горшке в новых условиях он приехал и уже набираете. Опять же, почему говорю про полив? Полив и грунт. опять же, вот понимаете, эта система, это все неразрывно связано. Связано обязательно. Потому что свет это наше все, я вам говорила неоднократно. Все самое главное это, чтобы было главное освещение, хорошее освещение. Итак, конечно же, солнечный свет не заметен, это ничто, но тем не менее, мы должны всегда помнить. И плюс, у многих растения стоят на балконе, спрашивают, задают вопрос по поводу подсветки. Нужна подсветка? Например, температура плюс 10, то в принципе, может, потому что находится так с одной укорачивания, но очень мало, и поэтому, опять же, смотрим, если 1 плюс 10, то может, в принципе, подсветить, то есть, у вас будет состояние в полуспящем состоянии, но вы должны быть низкий температур, то полив должен быть еще реже, гораздо реже, и вот тут тенденция, опять же, смотрите за растением, и тогда, в принципе, в обычном состоянии. Дальше, что касается того, что растения, опять же, пересадка. Нужно пересаживать или нет? Конечно же, нужно, потому что сейчас вообще нужна пересадка в один ваш собственный вид, который вы сможете ориентироваться именно по периодам . Потому тоже он через залив, либо недолив и так далее. И все это будет очень-очень критично для наших растений. И основанием чего является, вот как раз, который влияет на состояние нашего растения. Момент, когда у нас не хватает избыток микроэлементов, можно фиксировать по листу. И плюс у нас бывает в зависимости от природных, климатических условий и так далее. Сейчас объясню, каких. вы всегда должны не забывать, то есть если у нас стрессуют растения, то есть еще одна причина, почему у нас может сыпать лист, это вредители. Я повторяла неоднократно, то есть клещ не сыпет, из-за клеща не сыпет, у вас точечку такую, точечку. А у белокрылки лист из-за мучнистого червяца будет сыпаться лист. Поэтому, когда у вас начинает сыпать лист, обязательно смотрите, просмотрите растения, обязательно корневую, потому что система тоже может сыпать лист. и вот тут тоже был у нас вопрос, что делать в случае были перекосы в поливе, и как создать такие условия, что нужно сделать, чтобы нарастить корневую массу моим растениям, для того, чтобы за зимний период растение не погибло, плюс за зимний период оно чувствовало, что он и вот тут как раз момент такой, что когда происходят вот такие как раз говорю, переливы заморозки, холодная температура, вот это вот климатические условия, которые тоже дают большое-большое, указывают на недостаток, и вот здесь немножечко критерий такой, что ни в коем случае вот в таких случаях, да, почему я разделила, то есть когда идет нехватка либо избыток микроэлементов, и когда идут природа, погодные условия и вот вредители, то есть мы делим это на два главных таких момента, почему, потому что вот в случае, когда у нас идет избыток или недостаток микроэлементов, то тут мы именно используем именно минеральное удобрение и тому подобное, да, в случаях, когда у нас идет вот эта акклиматизация, связанная с климатическими условиями, связана с вредителями, да, то от вредителей мы тогда умираем, корневую мы на 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 категорически никакие микроэлементы, никакие добавки, то есть если нам нужно восстановить корневую систему и восстановить именно в рабочем режиме, а причиной была именно залив, а залив я уже сказала, что это и вследствие нарушений климатических, создания климатических условий, то тут ни в коем случае нельзя применять никакие минеральные удобрения, то есть что что нужно. Итак, у нас идет дефицит, да, мы будем говорить о том, что большинство микроэлементов не помнить дальше, и мы знаем, что помимо, мы знаем, что у нас основной НПК, это азот, вот тут на всем растениям и в определенных количествах мы всегда забываем о том, что есть члены, которые играют действительно важную колоссальную роль в наших растениях, и мы об этом забываем. Например, вот опять же, если мы все обслеживать, каждый нюанс у нас железобор марганин, цинк, они усваиваются при более нескольких заболеваниях, как раз, вот я еще раз говорила, когда мы добавляем, мы должны учитывать особенность нашего грунта, в котором растет очень очень опять же, форм арганин, цинк, они добавляем к нашему растению, они усваиваются очень хорошо в кислой среде. В то время, например, как молибден, наоборот, он усваивается в более высоком pH, например, 6,5 и выше. И поэтому я всегда об этом говорю и буду говорить, обязательно сделаю еще дополнительный видеоролик и буду говорить о том, что обязательно следите за тем, чтобы у вас уровень pH соответствовал оптимальному и тогда будет результат, потому что так, что у нас идет даже грунта другой, например, добавляем, и вопрос возникает, ну вот я же подкармливаю, а реакции никакой. Почему? Проблема как бы в этом тоже существует и нужно об этом помнить. Бывает, что несоответственно, бывает с водой проблема. очень многие пишут о том, что вот, например, у нас более кальцинированная вода. И опять, вот здесь идет такое взаимодействие, то есть нужно понимать, если у вас кальцинированная вода, а вы добавляете какие-то микроэлементы и идет неусвоение, то значит, вы либо должны немножечко изменить кислотность вашей воды, либо, опять, можете какую-то нейтральную воду, либо с более-менее простым pH и уже тогда разбавлять. Да, сложности, но, тем не менее, они важны и играют большую роль, потому что, еще раз говорю, получается, что мы планируем, мы добавляем микроэлементы, а результат у нас просто никак. У нас бывает такое, что мы считаем, что у нас проблема с нехваткой микроэлементов, то есть мы смотрим по листу о том, что вот, ну, например, мне не показать, ну, например, кончик, кончик листа там сухой, да, и мы начинаем думать о микроэлементах, но мы забываем о том, что это, наоборот, может быть свидетельством стресса, что растение стрессует, а стрессует оно, может быть, по разным причинам, например, у вас слишком сухо, либо жарко, либо, вот как я уже сказала, недолив, перелив, недостаточная циркуляция воздуха, либо вы, наоборот, открыли форточку у вас, проветрить, у вас там все просквозило, либо, например, мало света, как я уже сказала, либо, опять же, либо те же самые вредители, то есть тут вариантов очень много, то есть первое что, первое что, первое что, когда вы видите, что спасите, помогите, показываете, всякими способами, первое что, нужно вычислить, да, за дефицит, или пытки каких-то, может быть, связано у вас, подмороз, и так далее, например, это может быть, с высокой температурой связано, то есть наоборот, растение стояло на солнышке, оно обгорело, либо вы залили, либо перелили, либо, там на балконе, оно немножко подмерзло, вы внесли его в теплое помещение, треснула кора, вот вам момент такой, вы подкормили, больше какого-то микроэлемента, добавили больше там, растение не показывает, то есть вы перекормили, это ожог, и это тоже, и кстати, повреждение коре, может быть причиной, вот, то есть здесь вот моментов очень много, поэтому вот я почему говорю, что когда происходят вот такие вещи, именно климатические, мы используем аминокислотные стимуляторы, мы используем стимуляторы, опять же, мы смотрим на состав, что у нас в составе, мы используем, например, опять же, вот фитоспорин К, который я вам рекламировала, и говорила о том, что это клаван, это профилактика, это ускорение, опять же, это стимулятор, но это в то же время и подкормка, то есть в природных, когда у нас происходят вот такие вот там, заливы, засоры, еще что-то, мы не используем, это все равно у нас идет подкормка, мы используем вот такие стимуляторы, регуляторы, адаптогены, аминозол, в составе которого аминокислоты, мы используем различные там, рибавы, фитозонты, опять же там, импортные препараты, что мы еще используем, мы обязательно используем, опять же, да, вот как раз вопрос про корневую, что же делать с корневой, мы используем стимуляторы корневой, вот различные укоренители, классный циркон, вот препарат, от которого все бегут, но он действительно классный, почему, потому что нужно правильно его готовить и правильно потреблять, он реагирует на свет, то есть когда вы его разбавляете, когда вы обрабатываете растение, вы должны выключить свет, потому что он не разъедается, как правильно сказать, разлагается на свету, поэтому вот эти все моменты нужно учитывать, ЭПИН, то же самое, опять же, мне не нравится, он не работает, работает, ребят, работает, вот эти все самые простые препараты работают, нужно просто правильно применять, и опять же, если вы добавляете, вот именно при природных, когда я говорю природных, климатических, это я имею в виду, повреждение, например, от вредителей, вы вредителей устранили, а растению нужно помочь, дальше, когда вы залили, перелили и так далее, нужно решить этот вопрос, Если вы залили, обязательно просматриваем корневую, гнилые корни удаляем, опудриваем укоренителем, ставим под лампу и обязательно используем какой-то препарат для нашей кроны. У вас должна быть регуляция активно и внизу, и наверху, и крону, и корни, потому что если вы запустите крону, то у вас не будет развиваться корневая, потому что все силы растение даст на крону, на молодые приросты. Если же вы даете уклон на корни, то растение, ему негде взять вот эти все процессы, когда идет у нас нарастание, когда начинает работать вот этот, забыла я, называется, в общем, вот эта вот вся система, это система, поэтому мы это все должны делать одновременно, то есть и корневую, и крону стимулировать, и обязательно свет, умеренный полив, только умеренный полив, причем теплой водой, для того, чтобы отрегулировать эти процессы. Дальше, когда мы говорим с вами, это вот именно, опять же повторяю, то есть когда происходят вот такие ситуации, ни в коем случае никаких подкормок, никаких на протяжении достаточно длительного времени. Далее, если вот о том, что у нас все в порядке с растениями, то есть нет никаких вредителей, никаких происшествий у нас не было, то есть у нас получается, что нужно... Опять же, задается вопрос, что же мне делать, поскольку поливать мне подкормку по кроне, либо не корневая подкормка. И я всегда говорю о том, что если у вас квартирное условие, у вас должна быть и корневая, и не корневая подкормка. Мы это просто физически делать не можем, поскольку, еще раз говорю, у нас промышленные дабы, поэтому только по листу. У вас есть возможность, поэтому периодически вы, неважно, опять же, если у вас растение не находится в зимней спячке, то есть у вас теплое плюс 20 в квартире и выше, соответственно, у вас нет никакой зимовки, где растению взять силы. Опять же, замечательно, если вы его пересадили весной, отлично, до осени, до зимы ваше растение высосает элементы из грунта. Да, отлично, если вы его подкормили там в августе, прекрасно, супер. Дальше что ему делать, где ему брать, ниоткуда. Поэтому я считаю, отлично мое мнение, которое имеет свое основание, я считаю, что хотя бы раз в зимний период, раз в месяц, вы должны обязательно подкармливать. То есть это просто необходимо. Что касается микроэлементов. Итак, по микроэлементам у нас есть замечательные, просто замечательные добавки. И, опять же, основные, когда у нас идет нехватка азота, фосфора и калия, это все видно, абсолютно четко видно и проясняется на растениях. Что мы можем, мы можем просто использовать вот такие вот микроэлементы, вернее, подкормки с комплексными микроэлементами. То есть, опять же, здесь идет полный набор, вот видите, опять же, полный набор необходим. Конечно же, азот фосфор калий основной, но плюс еще есть, про который я вам говорила, скрытые микроэлементы, но они присутствуют, они должны быть обязательно. Но, например, в данной подкормке здесь идет преобладание железа, причем здесь йода, здесь у нас цинк и медь, и отдельная медь. То есть идет именно преобладание, когда идет недостаток, нехватка. Опять же, каким образом все это? В остальных тоже, в остальных препаратах тоже есть основной НПК и есть вот отдельно микроэлементы в усваиваемой, хилатной. Вот почему я люблю вот эту вот фирму, потому что все у них, опять-таки, вот фитоспорин тот же, гумика, тоже то же самое. У них все это идет в хилатной форме. Так, да, Анна, обязательно. Вот, кстати, сказать, то есть помимо того, что нужно подкармливать обязательно, нужно не перекармливать. Самое главное, потому что у нас так, что мне кажется, что я не докормила, я поспасывала еще. Вот что касается, вот смотрите, прям замечательно, Анечка, замечательный, прям вот предложение, вопрос просто колоссальный. То есть если удобрения, удобрения лучше добавить меньше, вот лучше их добавить меньше, то что касается, вот этих всех, которые вам показывают, цирконы, укоренители, эпины и все прочее, делать строго по инструкции, ни больше, ни меньше. Это будете делать там однократно в месяц, но строго по инструкции. Ни в коем случае, ни отходя от дозировки, потому что они именно направлены на четкость. Поэтому вот здесь вот, да, очень важно. Если вот с удобрениями вы можете где-то, скажем так, пошалить, но лучше в меньшую сторону больше воды добавить, хуже не будет. Вот будет хуже, если вы добавили меньше воды, вот тут будет хуже. Лучше добавить больше воды, и поэтому здесь вот какие-то такие моменты, они как бы очень-очень будут влиять. Это естественно, и поэтому, конечно, нужно об этом всегда, да, учитывать и помнить. Что касается азота, значит, признаки могут быть разные. Что самое главное, да, что меняется по листу окраска, она может быть от светло-зеленой до желтой, и на старых листях она переходит, не надо путать. Опять же, что у нас, причина в чем, как найти. По картинкам тоже сложно. Я попробовала сделать, найти картинки, потому что меня спросили, чтобы я это показала на растениях. Ну вот я сегодня ходила-ходила и не могла найти на листях, на каких-то мне это показать, потому что, ну, слава богу, вроде бы все отлично, все растения прекрасно себя чувствуют. Опять же, когда у нас идет проблема с дефицитом азота, что у нас происходит, то есть какие признаки бывают, что растение, оно бледно-зеленого света, называется хлорофилл. Мы очень необходим для роста нашей кроны. Обычно весной мы всегда делаем такую огромную дозировку, даже не то, что огромную дозировку, а именно смотрим, чтобы НПК, когда мы смотрим по составу, чтобы он превышал, именно азот превышал, потому что весной как раз вот это необходимо для того, чтобы был такой мощный прирост. И когда у нас идет дефицит, то есть замедляется рост, естественно, когда не хватает, рост замедляется, кущение замедляется, цветение слабое практически его нет, листья становятся таких маленьких размеров, и вот они сыпятся. То есть это тоже признак, когда не хватает, а завязи опадают, опять же, вот когда спрашивают, то есть опять же, когда опадают завязи, тут очень много вопросов и опять же много ответов, потому что нужно понимать, что происходит с растением. Никогда нельзя сказать, что если у вас растение сыпет завязью, значит у вас не хватает азота. Нет, надо смотреть, потому что может хватать азота, может не хватать калия, может не хватать фосфора. Более того, могу сказать, что фосфор и калия, они очень-очень важны и нужны, особенно сейчас в осенне-зимний период, просто необходимы. Поэтому, когда вы смотрите на подкормки и удобрения, всегда смотрите на состав обязательно. И сейчас, который состав необходим для наших цитрусов, и не только цитрусов, но и экзотических растений, это в большей мере идёт, то есть в меньший азот, а в большей мере фосфор и калий, потому что они просто необходимы, просто нужны. И дальше, если мы будем смотреть, то есть какая нехватка, я сделаю, наверное, три ролика по тезировкам, чего не хватает в микроэлементах, потому что вот уже, видите, уже сиплю, просто уже сиплю, работает. Опять, например, нехватка железа, когда идёт нехватка железа, опять, именно нехватка фосфора заражается в том, что есть плохая усвояемость других микроэлементов. А вот избытка практически никакой, избытка фосфора не бывает. В основном идёт нехватка. А нехватка, она сопровождается тем, что очень плохо усваиваются другие микроэлементы. То же самое, как и калий. Когда не хватает калия, то есть масса, замедляются эти процессы роста, процессы цветения, по физиологии листа тоже видно, то есть какой комфортный растение. Плюс, опять же, для нас важно наличие кальция, кальция, дозировка кальция, потому что, опять же, здесь тоже очень важно. И, опять же, если мы вспомним состав нашего грунта, сказать, Борис, это не только вот гладицы тоже, они... ...сухости, а вот их поливать, они с удовольствием пьют. А вот, например, кальция, они наоборот, то есть они категорически, они как кактусы, как... ...главное не залить ни в коем случае. То есть воды нужно... Ну, опять же, вот, возвращаясь к нашим микроэлементам, говорю о том, что самый главный аспект еще, который... ...Наш PH и состав грунта, потому что есть вот у нас суглинок... ...и опять же... ...какоцитрусы, но и многие экзотические растения не перевариваются... ...какегорически... ...сPH, который более-менее приближает... ...и, кстати, кислую ни в коем случае... ...кислую ни в коем случае отсюда развивается... ...опять же, их... ...и плюс еще, опять же, флороз может возникнуть... ...очень жарко... ...вот эти моменты... ...опять же, самая главная мысль, которую, чтобы не забыть... ...то есть самый главный момент, когда мы добавляем... ...удобрения всегда... ...чтобы у нас была... ...тепература... ...поливая... ...потому что в... ...в слишком холодном... ...когда растения растут... ...либо в слишком жарком... ...даже когда очень жарко... ...вот опять же, когда очень жарко... ...рекомендую опрыскивание делать по листу... ...а не под корень... ...потому что очень плохо усваивается удобрение... ...то есть идет очень плохая усвоя... ...вот такие жиры и все прочее... ...которые находятся у нас... ...и происходит фотосинтез... ...они очень плохо усваиваются... ...и реагируют... ...и по-другому... ...силансы нужно... ...силитовать... ...и это очень сильно влияет на дефицит... ...либо избыток каких-то микроэлементов... ...все холодно просто пропадает... ...не могу уже... ...плю... ...поэтому, друзья мои... ...я, наверное, прерываюсь... ...я вам обязательно сниму ролик... ...наверное, много частей... ...потому что я... ...подготовленная могу вам рассказать... ...про все эти избытки и недостатки... ...я вам обязательно расскажу... ...зафиксирую... ...картинки... ...для того, чтобы... ...внимание, в чем недостаток, в чем избыток... ...я обязательно вложу, но это будут картинки из интернета... ...потому что вот вам показываю... ...слава Богу, с нашими красавцами... ...все хорошо... ...и опять же, вот самый главный момент... ...говорил и повторяю, да... ...почему мы использовали кремний... ...про кремний нигде не написано... ...про кремний нигде не говорится... ...но это старое, забытое наше прошлое... ...советское прошлое... ...которое использовалось в нашем сельском хозяйстве... ...потому что кремний... ...по, что... ...очень хорошо влияет на... Почву, именно на почву, поскольку он в составе нашей земли замечательный, дал потрясающие результаты, он хорошо влияет на, именно на, как подкорно, на соустойчивость наших растений. Поэтому мы, естественно, попробовали, проэкспериментировали, экспериментируем дальше, и сейчас будем решать вопросы о закупке этого препарата. Обязательно вам предложим, расскажем еще подробно по этому микрофону. Они им нужны, важны, но всегда нужно учитывать условия, и я вам расскажу в следующий раз. Спасибо. С нами всех вам благ, хороших, хороших вам выходных, приятных, чудесного вам отдыха. Мы вас обнимаем, и до новых встреч, дорогие мои.